Что за ужасные лица? Господи, на ближнем плане выглядит очень упорото. Смотрите, Руслан построил боёк с Каи! Всем привет, с вами Берсик, и это Охота на кукол в Таиланде, в городе Бангкок. Мы гуляли по торговому центру Central World. Это соседний торговый центр Сиам Парагон, в котором мы снимали первую охоту. И, конечно же, я не могла пройти мимо магазина игрушек. Давайте посмотрим, какие куклы продаются здесь. Как вы знаете, магазины Toys R Us есть по всему миру, они очень большие, и я очень люблю охоту на кукол в этих магазинах. Здорово, что в Таиланде он тоже есть. Зона с куклами выглядит таким образом. Как вы видите, с правой стороны находится домик Барби, и, пожалуй, это единственный стенд, который более-менее креативно оформлен. Самое главное отличие ассортимента от прошлого магазина заключается в том, что здесь есть куклы Superhero Girls. Они занимают целый стенд, и здесь есть как куклы, так и экшн-фигурки, а также игровые наборы. Бюджетные куклы стоят по 1095 бат. Вандервумен, у которой двигаются руки, стоит 1695 бат. И столько же стоят базовые куклы в больших коробках. А, нет, я наврала. Здесь перепутаны цены, и базовые куклы в больших коробках стоят 1695 бат, а Вандервумен, у которой двигаются ручки, стоят чуть дороже 1795 бат. Игровые наборы стоят практически 4000 бат, довольно-таки дорого. Экшн-фигурки по 1095 бат, то есть они стоят столько же, сколько бюджетные куклы. И вот так красиво заканчивается стенд изображением Вандервумен. Заворачиваем и видим монстряшек. Это, в основном, куклы после перезагрузки бренда, за исключением Клодин, Буйорк, Буйорк. Также внизу у нас Лорна Макнесси из коллекции. Монстр Эксчендж, Джейн Буллетт Оглуменблум. Также здесь есть куклы из коллекции Welcome to Monster High. На них я вижу цену 1495 бат. Ой, бюджетка довольно-таки дешевая. 495 бат, это меньше 1000 рублей. Сколько стоят старенькие куклы, непонятно, здесь нет ценников. Вот такие бюджетки стоят 1095 бат. И Фрэнки с аксессуарами для волос 1395 бат. Согласитесь, ничего особенно интересного здесь нет. И стенд оформляет вот такой арт Фрэнки и Клодин. О, здесь продолжаются монстряшки. Совсем немного, правда. В прошлом магазине ассортимент был побольше. Здесь у нас есть представительницы коллекции Great Scary Reef, Кьюрсти Троллсон. Кукла в среднем 1395 бат, что в наших деньгах это примерно 2300 рублей. Внизу у нас Марисоль Кокси и очень много Дракулауры с крыльями летучей мыши. Так себе куколка, и она тоже стоит 1395 бат. Монстряшки плавно переходят в Эверяшек. Здесь у нас базовые персонажи. Бюджетные куколки по 1050 бат. В коллекции Book Party представлена Gingerbread House, 1150 бат. Здесь у нас сборная солянка монстряшек и Эверяшек. Кстати, кроме этой вывески нет никакого украшения Боку для Ever After High. Тут у нас парочка монстряшек из старых коллекций. Питомцы Эверяшек. Еще одна куколка из коллекции Book Party, Китти Чешир. Такая милашка. И куклы из коллекции Драконии Игры. Цена снова не указана, но, я думаю, все куклы стоят примерно одинаково, как мы видели до этого. Также есть Лиззи Хартсбук Party. И здесь те же самые базовые куклы, что и были там. Так, что у нас по Барби? В этом прекрасном домике обитаю Барби. И в основном здесь игровые куколки. Это малышки Челси. Сюда случайно к юрсте затесалось. Здесь Барби принцессы, русалки и прочее, прочее. Внизу, кстати, Барби, про которую я говорила в дайджесте. Она собирается в отпуск в жаркие страны и довольно-таки симпатичная. И мне нравятся аксессуары, которые идут с ней в комплекте. Стоит такая кукла 1400 бат. Логотип Барби красиво подсвечивается. И вообще, пожалуй, полка Барби оформлена лучше всех. Здесь у нас прям царство розового. Внизу размещены фигурки Барби со сменной одеждой и питомцами. На второй полке куклы из коллекции Барби Спайс Клот. Цены вы видите внизу. Это 1000 бат, 1595 бат. Далее тут куклы из коллекции Starlight Adventure и Endless Hair Kingdom. Здесь у нас салон красоты и прочие игровые наборы куклы Барби. Внизу размещены большие игровые наборы. Мне кажется, это торговый центр в Малибу. Стоят они дорого 4599 бат. Почему-то нет темнокожих кукол, нет афроамериканок. То есть даже в ассортименте Барби Fashionistas нет темнокожих кукол. Это очень странно. Ну, вот есть латиноамериканочка, но темнокожих что-то вообще не было. Ну-ка, Барби Made to Move, может быть, здесь есть темнокожая кукла? Нету! Что такое? Что происходит? Барби Made to Move, 795 бат. И внизу еще игровые барбейки. Тут Барби с сестрой. Тут наборчики для волос. Вновь Барби, у которой супер шарнирные руки, но при этом дубовые ножки. Вот такая кукла. Она, видимо, из мультфильма. Ракель с ресничками и ухмылкой. Happy Birthday, Барби! В общем, здесь много-много игровых барби, но они точно такие же, как в прошлом магазине, и сильно я на них останавливаться не буду. С другой стороны, безумно милые игровые наборы с Челси. Промо-фото этих наборов я показывала в дайджесте, и мне кажется, они очень хороши для детской игры. Безумно милые качели, горки. Стоит это где-то 1300-1400 бат. Вот здесь она может скатываться в такие шарики. Let's play! Целый стенд посвящен куклам Little Mini. Они похожи на азиатских кукол своей рисовкой. Скорее всего, это какой-то специфический бренд, который продается либо только в Таиланде, либо в Азии. Это вот такие маленькие куколки по 880-650 бат. С ними идут маленькие милые аксессуары. О, это малышка Алиса в Стране чудес. С ней в комплекте чайный наборчик. Это красная шапочка. Они маленькие и милые. Здесь у нас русалочка. А здесь за стеклом составлена с ними витрина. То есть здесь куколки, их маленький домик и различные аксессуары. Вон там малышка очень прикольная в белой накидке. Напишите в комментариях, нравятся ли вам такие маленькие куклы. Знаете, такая малышка Челси в азиатском стиле. Вот здесь уже подороже за 1200 бат есть наборчики с одеждой. Здесь много одежды, аксессуаров. О, какой очаровательный свадебный набор. Смотрите, в комплекте есть пижамка, просто праздничное платье и уже свадебный наряд. А эта малышка похожа на Рапунцель, потому что у нее очень длинные волосы. Скорее всего, она ее и символизирует. О, это тоже свадебный набор, только уже с машиной. С розовой машиной, которая разбирается. И там торт, и различные столовые принадлежности. То есть свадьба прямо в машине. Вот такая куколка. У нее немножечко съехала печать. Вообще набор классный. И дорогой, 2950 бат. Вот так выглядит кукла Рапунцель. Кстати, на коробке она выглядела лучше, потому что здесь волосы как-то странно выглядят и прицепляются друг к дружке. А вот в розовом очень симпатичная куколка с такими коралловыми волосами. А вот эта машина как раз-таки без коробки. Прикольная. То есть машина трансформируется сразу и в свадебный стол, и в арку для венчания. Очень многофункциональная. Вот еще свадебный набор. Прямо у этой куколки много их. Такой уже был. Вот этот довольно-таки симпатичный с шкафчиком. О, это Мими и Рапунцель. Тут написано, да. И это тоже Мими и Рапунцель. Мими и Рапунцель. Поехали дальше. Воу! Что это у нас здесь? Secret Jolly You. Простите, я не знаю, как это считается. Secret dress и далее имя. То есть это Лили, Ирен и так далее. Это какие-то фэшн-куклы. Похоже, что они размером с куклу Барби. Печать глаз в азиатском стиле. Скорее всего, это какой-то местный бренд. Куклы в разных аутфитах, разных коллекциях. Могу сказать, что они выглядят довольно простенько. Ну, вот, например, вот эта кукла довольно-таки стильная. Мне нравится ее повязка. Вот эта девчонка напоминает мне Гифони из Gravity Falls. Кукла с розовыми волосами, на мой взгляд, и вовсе похожа на подделку. Очень интересно, какая у них там прошивка. Ну, а арты у них лучше, чем сами куклы. Хотя у этой ничего-то кличка. Вот эта кукла выглядит наиболее интересно из всех представленных. У нее довольно-таки много аксессуаров. Интересный аутфит. И, кажется, она какая-то звезда, что ли. Также у этого бренда есть разные аксессуары. Вот, например, секретный дневник, сумочка. Вот такая гитара интерактивная. И что-то такое, магический жезл какой-то. Кстати, стоят эти куклы 995 бат. То есть, довольно-таки дешево. Есть и подороже. Они в комплекте с какими-то аксессуарами. И меня очень забавляет то, что на куклах ограничение 3+. Но на некоторых куклах написано 36+. Это что значит? Кукла 36+. Я думаю, я ошибаюсь. И это число обозначает не возрастное ограничение, а что-то другое. Если знаете, то пишите в комментариях. Этих кукол мы с вами уже видели ранее в других магазинах. Это куклы Sparkle Girls. Они вот в таких рожках, как мороженка. И здесь их очень много. Обычно я вижу только стенд с рожками. А здесь есть куклы в коробках. И им посвящен прям целый стенд. И даже есть витрина. Такие куклы в больших коробках стоят 595 бат. И это очень дешево. Это даже дешевле, чем те куклы предыдущие. Куклы в маленьких рожках стоят 360 бат. Вот это странная какая-то. Вот такие малышки стоят 185 бат. Привет! К ним идут аутфиты. Вот этот прикольный, кстати. Только... Ааа! Я как обычно. Только, по-моему, шорты сшиты с кофтой. Да. Это не очень круто. Fashion outfit. Вот еще кукла есть с крыльями. Это напоминает феечек Винкс. Пишите в комментариях, как вам такие куклы. Нравятся? Ой, у Sparkle Girls есть вот такие куклы. Тоддлеры, то есть большие куколки. По 995 бат. И, кстати, они мне нравятся больше, чем маленькие. У них красивые лица. Вот это вообще похоже на русалочку Ариэль. Эта кукла в таком праздничном платье. Прям коллекционная Барби как будто. Стоит чуть дороже, чем остальные. 895 бат. Давайте посмотрим на стенд, как он оформлен. По факту здесь просто стоят куклы на травке. Средняя вообще немножко завалилась. Малышек, глаза в кучку, смотрите. Ну, можно же было на стенд поставить ровных кукол. У этой девочки просто глаза в кучку. Сильнее стальных. А вот русалочка рядом с ней ничего такая. Есть такая огромная Sparkle Girl. Ну, нифига себе. Прям как большая монстряшка. И у нее в глазах сердечки. Господи, на ближнем плане выглядит очень упорото. Сколько стоит? 895 бат. И стоит дешево. Есть сеты из трех кукол. Печать у них совершенно одинаковая. Отличается только цвет глаз и правый кукол. И внизу снова куколки-малышки. Я балерина. О, это те куклы, которых мы видели в предыдущем магазине. Лика. Здесь ассортимент похожий, но есть куклы, которых не было. Вот, например, этой жалостливой малышке. Вы только посмотрите, какой у нее взгляд. Здесь есть та куколка, которая мне понравилась в прошлом магазине. И, кстати, она вроде здесь дешевле стоит. Здесь указана цена 890 бат, но это неправда. Я узнала на кассе. Ее стоимость 1790 бат. Кукла стоит по-разному. От 1000 бат. Вы можете увидеть цены на желтых стикерах. Самая дорогая кукла находится слева. У нее наиболее кавайный взгляд. Анимешный. Наверное, она представляет собой какого-то персонажа из аниме. И эта кукла уже другого бренда. Не Лика. Но при этом это та же самая компания. Такара Томми. Здесь немножко все заставлено, поэтому мне неудобно подойти к куклам. Но, как вы можете заметить, ассортимент кукол Лика очень большой. Вверху это все куколки Лика. Далее идут наборчики с аксессуарами и еще куколки. Также есть вот такие куклы. Это какой-то другой бренд Дженни. Но они примерно в таком же стиле и выпускают всех одна и та же компания Такара Томми. Куклы Дженни подороже. Они 1990 бат и выше. Есть такая маленькая куколка Лика. Коробки с сердечком. Наборчики. Куколка в кимоно. Очень необычная. И вот с такими аксессуарами кукла. Давайте пробежимся по куколкам. Они стоят в среднем 1300 бат. О, есть даже мальчик. Такой принц. А что ты снимаешь? А что ты снимаешь? Можно вообще снимать? Регально? Ну что мешаете? Я делаю обзор кукол. Не надо. Пацаны пришли, мне мешают. Смотрите, это куклы с уродскими огромными головами. Начинается. Все, сейчас ответим. Как вы видите, ко мне пришли Руслан и Косё. И мешают мне снимать видео. Мы не мешаем, я сейчас найду самую красивую. Ой, вот эти куклы, я их показывала в прошлом видео. Они стоят дорого. Вот этот 3900. И давайте заглянем. А, ну все, это та же самая кукла, которую мы видели в прошлом видосе. И ту мы тоже видели. Открывать тогда не буду, а то здесь крайне неудобно это делать. И вот такая еще девушка в стиле Шанель. Что? Я нашел самую красивую куклу. Серьезно, у меня такая есть в коллекции. Серьезно? Даже с таким хвостом? Да. Она у меня где двигать? Да. Двигает и руками, и хвостом, и всем-всем-всем. Нормальный выбор, ладно. Я уже думала, он сейчас какую-нибудь принцессу няшную принесет. А, он выбрал монстряшку. Еее. Мы пошли с Косё играть в игрушки. Сейчас возьмем бластер и нерф, и будем расстреливать друг друга. Погнали. Удачки. Все, пацаны, ушли, я теперь могу спокойно снимать дальше. Здесь есть витрина с принцессами Хазбро. Они такие счастливые, прям смотрят на тебя оттуда и улыбаются, дарят радость. Ой, здесь у нас полностью витрина посвящена куклам Хазбро. Вверху бюджетки, внизу обычные куклы. Бюджетки по 695 бат, а обычные, что-то цены нет, ну, наверное, где-то около 1000. Куклы, которых Косё обозвал страшными из-за их больших голов, это вообще-то куклы-дети, то есть тоддлеры. Но я готова согласиться, что вот у этого вида тоддлеров слишком какая-то большая голова и нестандартная. Но выглядит это забавно. Особенно Анна. Смешненькая. Также здесь представлены куклы Анны и Эльзы из Frozen. Их очень мало по сравнению с другими магазинами, в которых мы с вами были. И здесь эти куклы от фирмы Hasbro. Часть из них заставлена коробками, но вот там Анна и внизу есть сеты кукол. Вверху стенды оформлены таким образом. И, в принципе, кукольный уголок не такой большой, как хотелось бы. Я очень хотела в Азии, в Таиланде посмотреть на кукол Блайз и, возможно, себе кого-то купить на память. Но здесь их нет. Уже во втором магазине их нет. Ручки в виде принцесс. Особенно забавно выглядит Эльза, потому что у нее пушистая юбочка. И у белоснежки тоже. У нее еще такой взгляд. Радужка глаз почему-то красного цвета. А вот эти тоже забавно выглядят. Чем занимаются ребята, пока я снимаю охот на кукол? Мы хотим построить до неба. Что за ужасные лица? А почему они такие, как будто ей 45? Ну да, есть такая. Вообще, Барби, примерно лет 20, наверное, даже моложе. Косё говорит, что это корейские куклы. Просто я в языках не разбираюсь, да. Я просто сказал, что это азиатские бренды, которых нет у нас. И он сказал, что эта девушка выглядит даже как кореянка в стиле кей-поп. Да, глаза посмотри. Вот кореянки так себе даже глаза делают огромные. Они делают пластические операции и увеличивают глаза. И с помощью линз тоже увеличивают. Смотри, заиграла. Happy birthday to you. Косё занимается самым стязанием в детском магазине. Смотрите, Руслан построил баёк Sky. Он так увлечён, что он к нам не подходил вообще в течение, я не знаю, 20 минут, пока мы кукол разглядывали. В общем, я думаю, на этом можно закончить мою охоту. Сегодня я снова без куколки, но я думаю, что вам всё равно было интересно посмотреть на ассортимент тайландского, вернее, бангкокского Toys R Us. Здесь очень много азиатских, то есть корейских, японских кукол. Но я ни одну из них не захотела приобрести к себе в коллекцию. Я приглядывалась к малышке в розовом, но она стоит довольно дорого. И я её не так сильно хочу, чтобы платить эту стоимость. Вот, если бы здесь были куклы Блайс, наверное, я бы что-то приобрела. И спасибо вам, что посмотрели это видео. Если вам было интересно, то поставьте пальчик вверх. И до встречи в новых видосах! Пока-пока! А это супер подвижная, супер Хирохай. Это был троллинг, что ли? Это был кроллинг, это был просто ужас. Как они довели Мотел, свои куколки до такого ужаса. Кося, ты такой милашка. На мои ноги, на мои ноги. О, леди бой, леди бой. Азербайджанский. Кося. Красивая девчонка, забирай домой. Так, пацаны, вы сейчас залипните. У вас предрасположенность к играм большая. Не, ребят, тут стульчики не для вас. Смотри, просто посмотри. Ты видела это? Ребят, пойдем. Ой, смотрите, здесь всякие работы. Детишек. Что они сделали из Play Doh. Ребят, у вас все нормально? У меня там сразу студии уйдет. У меня там, да? Ребят, друзья! Ли-Я-о! Ли-Я-о! Шаха! Ли-я-о! Ли-я-о!